Добрый вечер, здравствуйте, в эфире программы Револьвера, я, меня зовут Игорь Барсоц, я декан Международного государственного службы управления Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Вот такое длинное название, но в данном качестве, в данной ситуации я представляю радиостанцию Финам-ФМ и очень рад, что мы сегодня имеем возможность поговорить на актуальную, интересную, злободневную тему, почему граждане ненавидят чиновников. Наверное, и поэтому и так представился длинно всем названиям, представляемые на моей организации, чтобы как-то объяснить на будущее свою позицию и для того, чтобы стало ясно, что я не являюсь ни адвокатом государственного службы, ни ее резким критиком, а стараюсь смотреть разумно, на мой взгляд, взвешенно, спокойно. И я очень надеялся, что сегодня в студии Финам-ФМ у меня будет гость, и я еще надеюсь его видеть, это известный российский журналист, блогер, продюсер, член общественной палаты Российской Федерации Антон Васильевич Коробков-Землянский. Но учитывая, что, наверное, именно государственные служащие виноваты в том, что до сих пор не нормализовалась ситуация на дорогах, учитывая то, что не все госслушащие вышли разруливать движение на Садовом кольце, мы продолжаем его ждать, пока он пребывает в трудностях трафика. И я очень надеюсь тогда на вашу поддержку, радиослушатели, и что вы все-таки поддержите наш эфир. Телефон в студии 65 10 99 и 6, код города Москвы 495. Итак, в качестве анонса, в качестве затравки, почему же граждане ненавидят чиновников? Мне кажется, что мы сойдемся на том, что преобладающим в общественном мнении России стало крайне негативное восприятие государственного служащего. Чиновник, бюрократ, номенклатура – эти слова приобрели даже оскорбительное звучание. За редким исключением, если госслужащему и удается стать предметом обсуждения на телеэкранах и страницах газет, то это связано с производством в кабинете тех или иных следственных действий. Но мне кажется, я да убежден, что есть интерес общества, интерес государства. А воспроизводство негатива о деятельности государственной службы становится все более и более опасным для государственного управления, для нашего общества. Об этом мы и говорим сегодня в программе «Револьвер». Я напоминаю, телефон в студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Я очень рад, что первым пришел мне на помощь. В какой-то степени заменят пока моего собеседника Антона Васильевича Коробкова-Землянского. Наш радиослушатель Дмитрий. Дмитрий, добрый вечер. Да, добрый вечер. Я хотел бы отметить два момента, которые, наверное, влияют на отношение к чиновникам. Первое, я еще застал немножко Советский Союз. И все мы видели борьбу с коммунизмом. Не то, что борьбу с коммунизмом, а высмеивание вот этой партийной элиты и, соответственно, ее поведение тем идеалам, которые они проповедовали. И в этом отношении всевозможные отчеты чиновников. Ну, например, дано поручение губернатора Московской области увеличить количество детских садов, обеспечить всех детскими садами. Но это плохое поручение? Поручение прекрасное, но и вроде как отчитывается, что дети как бы устроены. Но по факту это к чему приводит? К тому, что уплотняют существующие детские сады, закрывают детский центр и так далее. То есть вот такое вот, даже, естественно говоря, слово забыла, какое-то употреблялось в советское время. Ну, грубо говоря, втирание очков, очков втирательства вот такого. Ну, это у нас еще не в советское время, еще были потемкинские деревни. Ну, мы-то люди современные и все-таки, наверное, в чем-то неглупые. И шилы в мешки не утаишь. Вот. И вот такие вот лжеотчеты о лжедостижениях, они в конечный момент начинают просто раздражать. Второй момент, наверное, который можно отметить, что все-таки не все наше население живет хорошо. И те или иные реформы, даже взять ту же самую пенсионную, да, как бы призывают людей, несмотря на рыночное время, вот, вспомнить о России, вспомнить о стране и где-то чуть-чуть подтянуть пояса. И согласие потянуть пояс какое-то внутреннее, оно есть. Но желательно, чтобы это было как-то вот, ну, равноправно и равномерно распределено по всем категориям граждан, да. И, например, когда, там, не знаю, там, уходящий на покой губернатор, там, получает какие-нибудь там ВИП-места в этих самых в аэропортах, там, по жизненную охрану, ну, может быть, он губернатор. Ну, или там, как-то там чиновник тоже, да, там он, ну, конечно, тоже у них зарплата разная, но там, наверное, не сравнить там с обычным строителем. То есть, вот, все вот это вот, эволюция неравенства в нашей стране и на фоне этого какое-то такое вот приоритетное положение чиновников, наверное, оно тоже не способствует хорошему к ним отношению. Спасибо, Дмитрий. Ну, в качестве такой небольшой дискуссии, во-первых, в государственных случаях у нас и не много, и не мало, но около миллиона наших же, таких же граждан Российской Федерации, как и мы с вами. Когда мы говорим о заработной плате, то, знаете, еще очень интересно, есть статистика, она в чем открыта, есть средние заработные платы в тех или иных министерствах, в тех или иных ведомствах, и они весьма различны даже между собой. И мы должны понимать, что это, конечно, средняя территория по больнице, в данном случае по министерству, но они не впечатляют своими безумными размерами. Мне кажется, что вот этот негатив, который воспроизводится в средствах массовой информации в отношении госслужащих, чиновников, он связан, наверное, не столько и не столько с заработными платами и качеством их жизни, сколько нашим недовольством общества тем, как выполняются государственные функции. И не знаю, поддержит меня или нет, но на второй линии Артем. Я так понимаю, что целая армия слушателей решила поддержать меня в отсутствиях моего гостя. Артем, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, интересно у вас поставлен вопрос, значит, смысл не в том, любят или не любят наших чиновников, да, а смысл, почему не любят, да. Вот это сам по себе вопрос очень правильный, потому что действительно на сегодняшний день именно так все и обстоит. Я позволю вас буквально, извините, оставайтесь перебить, но вот был пройден опрос общественного мнения, и если сами чиновники считают себя профессионалами, знающими делать, любыми, работоспособными, и 76% чиновников думают, что без них работа государства невозможна, то 71% граждан заявили, что белократы мешают развитию страны. Понимаете, то есть вот не просто не любят, но считают, что какой-то чиновничий раж, он мешает развитию страны, это просто статистические данные. Все правильно. Дело в том, что, к сожалению, увы, мы сами виноваты, мы вот этот рубеж, когда люди, которые должны представлять для нас авторитет в плане управления, и, в общем-то, по большому счету, жить и работать для народа, мы вот этот рубеж, когда эти люди перешли во власть тоталитарную, и власть, ну, диктующую всем и вся своей позиции, и только с них управляющая, мы вот этот рубеж, мы его пропустили. Должны быть чиновники кем? Прежде всего авторитетами в глазах людей, являясь лучшими управленцами, лучшими людьми, которые анализируют, делают профессиональные прогнозы и так далее, и так далее. А сейчас кто на местах? Люди, которые просто удерживают власть, по большей части, мне кажется, это способы не совсем законные, да, и все, вот именно поэтому мы и не любим власть, потому что она власть, а не авторитет. Я все-таки говорю не о власти, мы говорим о чиновниках, и давайте все-таки не совсем смещать акценты, мы говорим о государственной службе в целом, а не конкретно представителе власти, там, конкретно министре или еще выше. Поэтому, наверное, такие обобщения, ну, не всегда уместны. Так, я очень признателен тем, кто поддержал меня в начале эфира, и уже готов представить своего сегодняшнего гостя, Антон Васильевич Коробков-Землянский, российский журналист, блогер, продюсер, член общественной палаты Российской Федерации. Единственное, что оправдывает опоздание Антона, это то, что пять дней назад он отметил свое 30-летие. Поздравляем в эфире. Спасибо. Антон, ну, пока вас не было, я тут задался философским вопросом. Ну, я не пять дней отмечал просто, что вы слышите или поняли. Надеюсь, Антон. Вы тут задались философским вопросом, почему граждане ненавидят чиновников, но я несколько изменил тему, понимая, что вам все-таки ближе к ситуации с массовой информацией, с освещением их, по крайней мере, по тому, чем вы занимаетесь, как журналист и как интересный человек. Поэтому первый вопрос, который я адресую к вам. Ну, чтобы журналистов поддеть, вспомним классика «Желтая пресса» Уильяма Хёрста, который говорил, если собака укусила человека, это никому не интересно. А вот если человек укусил собаку, то это сенсация. Не поступаем ли мы в освещение деятельности государственной власти, государственных случаях, следуя этому классическому завету идеолога «Желтая пресса»? Да, поступаем, и чего уж тут греха таит, и сам порой так же выступаю обличителем, разоблачителем и прочее, да, а как позже выясняется, на самом деле, это, может быть, объект вот этой всеобщей ненависти, да, и не так уж виноват, и либо сам стал заложником обстоятельств, либо там, ну, как бы, какие-то другие есть причины. Ну, кстати, забавно, что меня порой тоже обвиняют в том, что я на народные деньги жирую, там, если я вдруг... Скажите, а где вы жируете на народные деньги? Ну, например, в Твиттер я пишу, что приобрел новый айфон, вот там, рассказываю, какая модель. Мне пишут, вот, сейчас люди голодают где-то, где-то больницы недостроены, а ты на народные деньги, вот, член общественной палаты, купил себе новый айфон. При этом люди же как-то, ну, не фиксируют, что на самом деле член общественной палаты не получают зарплату, например, да, это общественная деятельность. Это вы жалуетесь или объясняете, что вы не являетесь госслужащим? Я объясняю, что вот этот стереотип... Негативного отношения к людям и бежону к власти. Он не только к власти, вообще к любым публичным людям, ведь можно вспомнить ту же историю с Жанной Фриске, да, которая оказалась вот не так давно в, ну, практически трагической ситуации, да, в ее семью пришла такая беда, и не все поддержали. Многие ведь говорили, что, ну, что она богатая, еще вот тут деньги на нее собирают, да, у нее там дом где-то в Майами, а люди тут смс-ки отправляют по 30 рублей, как бы, да, то есть вот в этом плане, мне кажется, мы еще, как общество, наверное, не созрели к тому, чтобы, ну, как-то, ну, более мягче, что ли, относиться к людям успешным, к людям, которые, ну, хотя бы чего-то добились в жизни. Но ведь далеко не все госслужащие люди успешные. Если мы говорим о тех представителях чиновного людо, которые мы видим на телеэкранах, то да, как правило, это люди уже известные. Но ведь это огромная, ну, армия, не армия, но соразмер даже с нашей армией масса людей, которые каждый день приходят на работу, которые должны выполнять свои задачи в области управления, выполнять функции, оказывать нам услуги. И вот я понял, что Алексей у нас на линии еще с тех времен, когда у меня не было Антона в студии, поэтому, Алексей, вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Да, мы слушаем вас. Я знаменитый в Москве. Значит, первое, что я хочу сказать. Значит, давайте вспомним, обратимся к нашим сказкам руссконародным старым. Есть такое выражение «проклятое место», да? Наверное, слышали и знаете, о чем я говорю. Ну, не с такой знаток русских народных сказок, там есть столько проклятых мест. В данном случае какое? Да-да-да. Вообще, по сути, что говорят, есть «проклятое место», это то место, где что-то не получается, что-то плохо, что-то правильно там творится. А, нет-нет-нет. Ну, это вы имеете в виду пост министра сельского хозяйства, а ныне министра образования. Это вот у нас такие «проклятые места». Нет-нет-нет. Я про другое хочу сказать. Я хочу сказать, что пока мы будем проклинать чиновников, пока мы будем проклинать людей, чиновников и так далее, у нас нормально никогда не будет. Потому что проклятому человеку, как ему вообще что-то делать, да, если он проклятый, если его все хают, проклинают и так далее. Это первое. Значит, второе. Почему мы не любим чиновников? Я думаю, что здесь, наверное, глубже, далеко лежит причина все-таки. Мы, наверное, не любим себя. А поскольку люди, да, кто нас окружает, это как бы зеркало наше, да, мы не можем полюбить их, потому что мы себя не любим. Вот здесь согласен. Да, грубо говоря, давайте посмотрим, откроем глаза пошире, да, выйдем там, не знаю, из домов своих и посмотрим вокруг, что происходит, что творится, да. Извините, как мы гадим, да, как из машин вылетают пачки сигарет пустые, да, из автомобилей, из разных, из дешевых автомобилей, из дорогих автомобилей, неважно. То есть, по сути, понятно, что есть и хорошие люди, есть там и не очень, есть плохие и так далее. Но вот хочу, чтобы вы поймали нить, то, о чем я говорю, да, вот мое, ну, мое, так скажем, мышление, как я мыслю, да. То есть, первое, чиновники – это мы, это наше зеркало. Вот, значит, если ты смотришь телевизор, да, и тебе попадает какой-то некий чиновник, значит, обязательно это как бы твое отражение. И ты его, тут ты его ненавидишь. Да ты себя не любишь. Ты не любишь свое поведение, ты себя ведешь недостойно, ты это не любишь. Ты не можешь полюбить этого чиновника и относиться к нему нормально, поскольку ты сам такой. Спасибо большое. Алло. Спасибо, Алексей, за терпение. Антон. Ну, это вот, наверное, моя точка зрения и есть, да, я здесь на 146 процентов согласен. Потому что, когда говорят о том, что у нас вокруг коррупция, взятки и все прочее, я всегда спрашиваю, а вот эти вот полицейские, которые берут взятки, врачи, там, учителя, которые делали разные поборы раньше, да, сейчас вроде поменьше стало, это же наши с вами родственники, это наши с вами соседи, наши с вами друзья, да, это люди, это же их не привозят куда-то в Россию, там, с Луны или Госдепартамент США привез к нам этих коррупционеров, посадил здесь, да, и они вот сидят, значит, собираются на здание. Это же наши с вами близкие, потому что у нас госслужащих в стране несколько десятков миллионов, да? Нет, 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 госслужащих у нас около миллиона. Ну, разного уровня, это если мы только о чиновниках говорим. Да, не будем говорить о бюджетниках. А ведь тех, кого мы можем причислить, да, там, спецслужбы, полиция, там, армия и все прочее, там, как бы... Нет, вот тут вопрос такой, госслужащие, давайте сейчас не хотелось бы уходить, там, правоохранительная служба, дипломатическая, а те, кто связаны с выполнением государственных функций, с функцией управления. И наша главная, как бы, вот идея сегодняшней передачи — продумать, действительно ли оправдан этот негатив, который постоянно идет в средствах массовой информации. Можно ли что-то здесь изменить, и угрожает ли этот негатив вообще стабильности нашего общества? Он, несомненно, угрожает, несомненно, мешает, но тут проблема в том, что если не будет этой открытости, то будет еще хуже, да, тогда это уже сразу шаг назад. Тем более, учитывая 70 лет нашей истории, когда вообще все было закрыто, да, и даже об успехах космонавтов мы узнавали только тогда, когда партия говорила, что можно об этом написать в газету, да, при том, что в другой стране, которая участвовала в космической гонке, люди приезжали посмотреть на космические взгляды, да, там, вместе со всеми семьями. То есть в этом плане, конечно, открытость, она важна, она нужна, но тут вопрос в понимании свободы слова. Познер об этом не так давно говорил в интервью, что мы в России понимаем свободу слова как волю, волю говорить все, что ты хочешь. При том, что свободу слова, там, на Западе, каком-то условном, да, там, в Европе, в Америке, понимают как свободу говорить, что ты хочешь и отвечать за свои слова, да, то есть ты либо говоришь правду, либо если ты говоришь неправду, ты должен отвечать за это, да. У нас можно вспомнить любую предвыборную кампанию, последних лет свобода слова понимается, как свобода выливать ушат, ну, компромата, назовем это. То есть найти случай, когда человек укусил собаку, то есть когда госслужащий сделал что-то явно неправильно, неверно, коррупционное или грубо, и на основе этого сделать какие-то выводы. Мы готовимся к уходу на рекламу, а вы слушаете программу «Револьвер» в эфире «Финам.ФМ». Наш телефон 65 10 99 6. Я Игорь Барсов и мой гость Антон Коробков-Землянский. Рассуждаем на тему, как относится общество к государственной службе, как оно относится к чиновникам, и опасен ли вот этот негатив, этот негативный крен, который мы отчетливо видим, для системы госуправления, для общественной атмосферы, для нашей страны в целом. Об этом мы поговорим после рекламы. Думал любимое, подсчитал дорогая реклама. Микросет. Качественные и быстрые поставки компьютерной и офисной техники. IT-решения и обслуживание организаций. Консультации онлайн. Микросет. Все время для вас. 495-783-4188 Смоленский пассаж. Респектабельный способ совершать покупки. Легендарные бренды, элитарные бутики, дизайнерские интерьеры. Измененный и усовершенствованный. Адрес прежний. Смоленская площадь, дом 3. Смоленский.ру Наскучили серые будни? Наполни жизнь цветом. Торговый центр «Калужский». Возможность купить все сразу и весело отдохнуть всей семьей. Товары для дома. Гипермаркет. Электроника. Ювелирные изделия. Парфюмерия и косметика. Модные магазины. Кафе. И многозальный кинотеатр. А также удобная многоуровневая парковка. Торговый центр «Калужский». Ждем вас по адресу улица Профсоюзная, 61А. Телефон рекламной службы. 276-08-68. Код Москвы – 495. В семейном бюджете расходы на машину играют такую же роль, как расходы на армию в госбюджете. Как правильно выбрать автомобиль? Как продлить жизнь железного коня? На что обратить внимание при покупке в трейд-ин? Непопулярные ответы и авторская позиция Сергея Асланяна только на Финам-ФМ. В программе «Экипаж». С понедельника по пятницу. В «Драйвтайм». В 18.05 на 99,6 в Москве. Для лиц старше 16 лет. Револьвер на Финам-ФМ. Добрый вечер. В эфире программа «Револьвер» на Финам-ФМ. Телефон студии 6510-99,6. Я Игорь Барсов и мой гость Антон Коробков-Землянский. Российский журналист, блогер, член Общественной палаты Российской Федерации. В первой части мы объяснили, что ни я, ни он не являются многостарственными служащими. К счастью. Ну или, к честному жалению, кому как. Здесь непростой вопрос. Есть свои плюсы, свои минусы в любом статусе. Также мы выяснили, что у нас абсолютно совпадают позиции. Что мы считаем, что СМИ должны быть открытыми, свободными, независимыми. Они должны критично смотреть на систему власти и на госуправление. Но при этом, если угодно, понимать свою ответственность, понимать, что от того, как представляется система власти, как представляется госслужащий на телеэкранах и в радиоэфире, во многом зависит восприятие госслужбы в обществе. А негативное, отрицательное отношение, оно помимо рейтингов, влечет определенные социальные последствия. Поэтому я хотел бы задать Антону такой вопрос. Вот помимо чувства ответственности, помимо того, что нужно критиковать, и это правильно, СМИ для того и существует. Как вы видите, что необходимо сделать самой власти, самой системы госуправления, для того, чтобы быть понятой обществом, для того, чтобы доносить те цели и задачи, которые ставятся перед государственным управлением? Ну, во-первых, оставлять ту открытость, которая есть, потому что даже вот те примеры, когда говорят, что, например, блогер Навальный разоблачает коррупцию, он это делает на площадке госзакупки, которую сама власть создала, чтобы быть прозрачной. То есть вот это всегда важно понимать, что это как-то не две вещи отдельно существующие. То есть власть делает определенные шаги, недостаточные, на мой взгляд. Но, к счастью, в последнее время, наверное, ну года два точно можно отметить, когда, к примеру, правительство Российской Федерации довольно активно ведет твиттер-аккаунты и в целом аккаунты в социальных сетях для различных министерств, где проясняет свою позицию там, где люди и задают вопросы. Если человек попал в беду где-то там в Египте, допустим, не может выехать из страны, там военное положение, что-то еще, он будет куда писать? Естественно, напишет в твиттер, я здесь вот не могу выехать из гостиницы, что-то какие-то проблемы, да. И Министерство иностранных дел довольно активно в этом плане мониторит социальные сети и дает ответ, да, и займется там поддержкой наших туристов где-то за рубежом. МЧС начали, ну, со сбоями, конечно, но в целом активно сообщать о каких-то происшествиях, которые в стране происходят. Ведь, опять же, если у тебя какая-то новость где-то мелькнула, что в каком-то регионе страны случилась беда, а там твои родственники проживают, что ты будешь делать? Звонить, телефонная линия наверняка будет недоступна, если там проблемы, да, потому что сейчас туда звонят со всей страны тысячи человек, да, естественно, телефонная линия перегружена. Новостные порталы могут не очень быстро обновлять информацию. А в этом плане социальные сети и сайты государственных органов, естественно, должны максимально оперативно давать информацию. Тогда не возникает вопросов, что чиновники у нас бездействуют, да, потому что вот, собственно, ты получил ответ на нужный тебе вопрос, и тебе нет смысла там ругать или что-то делать плохое, или там как-то критиковать. То есть власть должна каждый день доказывать нам, что она нам нужна, что она нам полезна? Ну, она должна просто работать, и вот эта вот открытость, доступность и понятность – это один из элементов работы в 21 веке. Не знаю, согласиться или нет, с нами Владимир. Добрый вечер. Да, вечер добрый. Игорь Антон. Нет, не совсем согласен, но хотел бы начать с того, что, во-первых, спасибо огромное за прекрасную аналогию в самом начале передачи про человека и собаку. Мне кажется, что вы немножко, как бы, роли надо все-таки немножко поменять. Ну, позвольте, не могу менять роли, это Уильям Херст, не я придумал бы этого, как сказать, так и стирал. Я к тому, что все-таки наш народ, скорее всего, человек, а чудовничество, как бы, это то, что иногда его кусает. И вопрос, вот, любят-не любят, да, как бы, ответ, вот, просто, так сказать, на поверхности, да. Как мы относимся к собакам, которые бездомные, либо которые дикие, там, стаями ходят. Мы их боимся. Мы их боимся, поэтому мы к ним никаких положительных чувств, там, может быть, иногда, сожаления испытываем. В то же время, когда собака на поводке, в ошейнике, да, на морде, когда она прекрасно исполняет тому, чему ее научили, то это прекрасное животное, мы им гордимся. Наша власть оторвалась, как бы, от, вообще, сути своего предназначения, государственной службы, да. Она должна служить народу и выполнять его власть. Я здесь не согласен с вами в плане оторвалась. Мне кажется, она, наоборот, более-менее начинает только потихонечку привязываться за многовековую историю нашу российскую... Да, в том-то и дело, что это все равно, чтобы просить раковую опухоль излечиться, пройти и исчезнуть. Ну, не бывает этого, понимаете. Это, к сожалению, ну, я считаю, что, мое мнение личное, оно очень глубокое, что дать от власти, пока она там снизойдет до народа, в нашем случае, как бы, ну, там, ни жизни моей, ни... А какие меры? Вот по-вашему, что нужно делать, чтобы хотя бы как-то ускорить этот процесс, там, не на пять поколений, чтобы растянулось, а хотя бы на три? Да, вообще, надо высказывать активно свою позицию, добиваться выборности чиновников на всех уровнях. Ой, позвольте, Владимир, так, вот давайте все-таки мы... Сами путаем. Понятно, выборность президента, выборность депутата. Что означает выборность чиновников на всех уровнях? Я хочу, я хочу, чтобы, допустим, там, глава муниципального района... Нет, нет, это мы с вами говорим о местном управлении. Давайте все-таки не путать, так мы доведем, что мы будем выбирать себе... Не, ну, выбирать шерифа в Америке, это даже здорово, но, представляете... Это прекрасно. Да, согласен, а если мы с вами будем выбирать паспортистку или сотрудника миграционной службы, ну, мы с вами погрязнем в выборных процедурах. Не, ну, погодите, погодите, да, там, функции влиять паспортистки на нашу жизнь повседневную, да, она... Очень даже влияет. Важна, она важна, но она, как правильно сказать, она эпизодична, она не всегда... Да, это не каждый день, да, мы не каждый день ходим по тротуарам, которые надо чистить. Милиция должна нас хранить каждый день. Да нет, мы каждый день ходим по тротуарам, мы каждый день обращаемся... Конечно, не каждый из нас каждый день, но каждый... Мы обращаемся в паспорцию службы, мы обращаемся иногда в заводы... Выборность, на самом деле, чревата, я могу сказать, по регионам зачастую политический метод выборы, да, демократический вроде как. Какие-то, ну, не скажем уж бандюганы какие-то, да, но люди, которые, может быть, не очень дружат с законом, Приезжают в какой-нибудь небольшой поселок Привозят несколько ящиков воды Это притча во языцах просто с 90-х Привезли водки, деревня за тебя проголосовала И вот ты уже депутат, народный избранник Господа, я согласен, но рыба гниет с головы В Москве ящиком водки Вопросы, слава богу, не решаются И здесь мы видим, что последние 2-3 года Общественное мнение в том или ином виде Конечно меняет К счастью Меняет, да, оно получило свой вес Владимир, спасибо Мне кажется, мы с вами сумеем развести Что мы говорим о выборности Неких высших должностных лиц Мы говорим о выборности руководителей Таких ведущих регионов Руководителей Местного самоуправления Но надеюсь, мы с вами все-таки не будем говорить о выборности Государственных служащих сверху донизу Хотя бы потому, что это приведет К другой фразе Вот прям мы сказали Про ящик водки, что в Москве так не решаются Но слава богу На 20-долларовой купюре Изображен Эндвир Джексон Вот был не глупый человек Но я думаю, вот не самая умная его фраза Когда он заявил, что Все государственные должности просты настолько Что любое состояние с ними справиться Далеко не каждый человек в состоянии справиться И с государственными функциями Тем более, если мы говорим о профессионализации Мы говорим о том Мы с вами договорились, что система управления должна быть открытой Но, наверное, то, к чему вас Владимир и подвел Она должна быть полезной А далее она должна быть профессиональной Но здесь тоже возникает проблема Вот когда пошел тренд, например, в правительстве Медведева Наверное, впервые такая история была Когда представителей крупного бизнеса То есть успешных менеджеров Начали приглашать на руководящие должности в правительство У нас в министерстве есть несколько людей Которые в прошлом были довольно успешными бизнесменами И являются богатыми людьми сейчас Очень состоятельными Сейчас вот это раздражение в обществе Которое было вызвано там Какой-то роскошью, скажем так Нашло отклик в Государственной Думе Начали принимать законы, ограничивающие и бизнес И за рубежом, и все прочее И несколько человек Насколько я помню, из Минкомсвязи ушел По-моему, бывший гендиректор Йоты Фамилия, не помню, Свердлов Еще кто-то То есть люди, которые молодые Понимающие тему Связь и директор Йоты Понятно, что человек, который создал Разбирается в этом Вещь, да, такой крупный холдинг Интернет-услуг Естественно, он как бы в теме Он был вынужден уйти Потому что ему не выгодно было там работать Продолжать в правительстве Там для него не такая большая зарплата Ну, какой порядок 100-200-300 тысяч, наверное, так понимаю Нас получают служащие в правительстве Министр, наверное, там раза в полтора-два больше Для бывшего бизнесмена это небольшая сумма, в общем-то И это еще сводилось к тому Что он мог потерять просто свои капиталы Ему надо было их переводить Как-то решать То есть что-то, какие-то придумывать вещи Он просто ушел И, по сути, госуправление лишилось Талантливого, молодого менеджера Который мог бы сделать для страны немало хорошего И что в этом хорошего? Я не вижу никакой перспективной линии Если мы будем отсекать от системы госуправления Состоятельных и состоявшихся людей Здесь можно вспомнить и мэра Нью-Йорка Предыдущего, да, который получал все время свои работы Он, по-моему, там лет 10 работал Один доллар в месяц Потому что у него просто не было нужды в этой зарплате Он бывший бизнесмен, богатейший человек И он это сделал, потому что он хотел принести пользу обществу Пользу городу и своей стране В этом плане, вот представьте В России сейчас какой-то крупный бизнесмен Придет в правительство Но это же поток просто комментариев в благосфере Публикаций в СМИ, что человек пришел еще поворовать Видимо, ему маловато, да, пока То есть общественное мнение его будет воспринимать именно так Что еще, значит, не наворовался Надо вот как-то ему еще там к кормушке присосаться Жаль, что общественное мнение не готово найти другую мотивацию Что оно не готово найти мотивацию Что человек приходит состоятельно состоявшийся Мне нравится это словосочетание Сделать что-то хорошее, полезное И когда я говорю о том, что люди приходят на систему госуправления Зачастую сделать хорошее крупное дело Мне ухмыляются и говорят Ну, дело в кавычках, вы имеете в виду уголовное дело Я говорю, нет, я имею в виду нормальное дело Потому что далеко не каждый человек может себя полностью реализовать в системе бизнеса А система госуправления, система госвласти дает возможность Сделать какой-то крупный государственный проект Неужели мы все так плохо думаем друг о друге Что видим только лишь коррупционные какие-то мотивации Какой-то подтекст нахапать, наворовать, унести Ну, я думаю, да, вот к сожалению Потому что, вот я смотрел вчера комментарии в благосферах После победы нашей юмной фигуристки Лепницкой 15-летней девочки из Екатеринбурга Которая вот, ну, принесла нам олимпийское золото Да и просто порхала Что пишут, кто у нее папа, кто у нее мама, как она попала в сборную Явно какие-то непростые родители и прочее То есть даже в спорте, где коррупция, ну, она не на таком уровне Понятно, там есть свои какие-то там, как и в балете, там, в театре, где угодно Мы увидим замечательную девчонку, которая Ну, да, девочка 15 лет, сразу вопрос, кто папа? То есть мы не воспринимаем гордость за страну, да, за нашу чемпионку олимпийскую А какие-то вот, ну, совершенно грязные вопросы лезут в голову И начинают, еще ладно, в голову, это все еще и с рук Сходит в интернет, там, куда-то, в СМИ и прочее, прочее То есть если уж здесь в спорте, где пора гордиться вот прямо сейчас брать И гордиться ею с 15 лет Мы начинаем вот лезть в эту грязь Что уж говорить о политике, которая сама по себе зачастую грязное дело Возражу, что политика грязное дело Я считаю, что все-таки в политике есть очень много чистого, хорошего И это надо тоже уметь видеть и в системе госуправления И это грязное дело для тех, кто делает его грязными руками И вот нас ждет Евгений на линии Евгений, политика все-таки грязное дело Или в ней есть место и для честных, чистых людей? Здравствуйте, я, во-первых, хочу по предыдущим высказаниям Немножко добавить, разъяснить свою позицию Ну и по поводу политики скажу Значит, первое, чиновники это люди, которые ничего не производят То есть живут за счет общества Они производят госуслуги для нас с вами? Как же? Понятно И при этом пытаются регламентировать практически всю жизнедеятельность Даже туда, куда им не нужно лезть лезут Поэтому вызывается естественное отторжение Это делают не чиновники, простите, перебью Это делают депутаты Государственной Думы, которые не являются чиновниками Тут важно разделять Вот вы субботник считаете, это чиновничьи прерогативы или добровольные желания людей? Смотря кто организовывает, субботник могу я у себя в организации сделать Ну, знаменитый субботник, значит, вот сейчас на уровне государственных учреждений Спускаются там планы и прочее, сколько должны быть людей, какие объемы выполнены То есть извращение самих понятий общественного как бы Ой, ну, слушайте, 70 лет субботник был обязательной вещью А вы говорите, что это сейчас вдруг О том разговор, то есть это уже на генном уровне внедрено в людей У них уже внутреннее отторжение к людям, которые пытаются влезть вообще в вещи То есть попытка благородного какого-то движения становится обязательством, планом Евгений, вы несли бревно вместе с Лениным тогда, вот то самое бревно на субботнике или все-таки нет? Да разговор не об этом, кто его нес, куда и чего А разговор о том, что чиновники лезут туда, куда они должны лезть Итак, значит так, мы с вами, если немножко наукообразно изложить вашу мысль Государственная служба, чиновники вмешиваются в те сферы, которые они не должны регламентировать И вызывают отторжение у людей А можете принести вот конкретные сферы, куда они вмешиваются и куда бы не должны были вмешиваться? Да их полно, частные Можно примеры? Ну, за организованность всех вещей, мероприятий То есть все должно быть по стройке, по форме Иначе ничего не получится Вообще-то это наши фантазии, как бы я хотел, чтобы все было организовано Но поймите правильно Люди творческие, те, которые состоят в жизни, они никогда в чиновники не пойдут Обычно идут серая масса туда, которые собственной фантазией и инициативой не обладают Им очень удобно быть в рамках Ну, вы сейчас оскорбили всех директоров театров, на самом деле, которые в основном сами еще и режиссерами Вот здесь не нужны обобщения Я пытаюсь найти разумное в том, что вы сказали Оно заключается в том, что государственная власть должна умело и деликатно регулировать то, что относится к ее сфере Но это очень сложный вопрос, что относится, а что нет Нужен талант, скажем так Конечно, талант должен быть везде Талант должен быть везде Есть талант управленца, есть талант объединить команду, менеджерские А там разговор Но вот я произведу один пример, чтобы для того как-то направить вас несколько вот в то русло, которое мне ближе Мы очень критикуем, например, все службы надзора, контроля за ресторанами Говорим пожарная охрана, как она нам мешается Когда вот говоришь с бизнесменом, какой ужас пожарная охрана, которая вот мешает, не дает нам некие разрешения А вспомним, какие проблемы мы пережили там, где этого вмешательства не было, четкого И спрашиваем тоже с властью Решился вопрос пожарной охраны хромой лошади за конверт И потом мы говорим, какой ужас, больше полусотни погибших, потому что власть не досмотрела И мы опять проявляем претензии к тем же госслужащим, которые не досмотрели Вот вопрос регулирующего воздействия, в чем мы правы? Это очень сложная, деликатная тема, но нельзя здесь переходить с одной грани ограничения к тому, что вот мы абсолютно все свободны Мы никому ничего не регламентируем и ничему никому не объясняем Просто критиковали этот закон о черных списках так называемых, в которых там детская порнография, суицид и прочее блокируют сайты, содержащие такой контент При этом на самом деле опросы общественного мнения, то есть не какие-то там фантазии депутатов или кого-то еще Общественное мнение говорит о том, что у нас большинство родителей в стране не следит за тем, куда заходят дети И они требуют от государства, чтобы государство следило за их домашним компьютером и запрещало их детям, их родным детям у них дома заходить на порно-сайты На сайты, содержащие рекламу алкоголя, наркотиков и прочее-прочее То есть если уж мы со своими детьми не можем у себя дома разобраться, требуем, чтобы государство это делало Что тогда ждать-то от Государственной Думы, что она вот лезет там с этими законами, чтобы все ограничить, запретить и прочее Ну в общем-то они отвечают на запрос общества, вот в большинстве случаев, там за исключением, ну может каких-то совсем там диких инициатив Которые, как правило, кстати, не проходят в статус закона, они не получают Как правило, это запрос на ответ общества Мы хотим, чтобы дети наши не заходили на порно-сайты, но не хотим сами следить за тем, что они там делают у компьютера Ну нате вам закон, пожалуйста, государство все ограничило, теперь вы и сами никуда не зайдете Но все-таки эта тема нас подвигает к развитию И подумать, мы говорим о том, что госслужащий, менеджер должен иметь некий талант Но заставить весь миллион быть талантливым нельзя, но, наверное, речь идет об образовании Речь идет о подготовке к выполнению тех задач, которые стоят перед системой государственного управления Владимир, с этим вопросом ваш связан или нет? Добрый вечер Да, здравствуйте, я, во-первых, хочу поблагодарить радиостанцию, вашу передачу за честность И что вы можете совершенно спокойно и свободно об этом разговаривать А мы не государственные служащие, не я, не Антон Это очень хорошо Ну я, наверное, представляю тот процент нашего населения родного Который, в принципе, уверен вот в одной такой, скажем так, дилемме В принципе, что было сказано ранее, я согласен полностью И хочу добавить к этому, что на самом деле, да, чиновник, это должен быть талант Но в первую очередь, это должен быть профессионал К сожалению, те годы, лихие 90-е, перестройки К сожалению, данный институт был сломан Мы взяли не лучшие образцы на Западе Ну и как бы пожинаем, скажем так, плоды того, что мы сейчас пожинаем Но, есть бытует еще одно мнение, что, значит, когда меняется власть Я имею в виду и слышу Человек, приходящий в согласии, делает под себя платформу, да, собирает свою команду В данный момент, скорее всего, значит, так Ну, глядя дальше, что сейчас получается В основном, это кто? Знакомые, родственники и так далее, и тому подобное Те же родственники тянут за собой, те же родственники, все остальное Ну, это, скажем так, мы азиаты Но это не азиаты, мы же в бизнесе же так же делают Да, но у азиатов все работают на одну семью, на одно государство А у нас здесь получается, что тянет каждый себе в карман Поэтому это вызывает непотив в обществе И это, скорее всего Спасибо, Владимир, у Антона есть раздражение Тезис, понятно, я бы поспорил На самом деле, я так понял, что это языковой барьер просто Весь глобальный интернет говорит на английском, а мы говорим на русском языке На самом деле, вот, ну, буквально по любым каким-то громким, там, коррупционным скандалам, да, там, разоблачениям и прочим Я просто вот провожу мониторинг, а что по этой теме пишут, там, в Америке, в разных странах Европы Примерно то же самое Примерно так же не любят депутатов Потому что оказывается, что какой-нибудь сенатор, ну, наш депутат, да, грубо говоря Взял себе там в секретарш какую-нибудь племянницу, жену устроил на какую-то там должность государственной службы и прочее, прочее Точно так же не любят министров, потому что оказывается, что у них там какие-нибудь расходы не те Машина там какая-нибудь или самолет, или тоже где-нибудь родственник там работает Также не любят губернаторов в Америке, потому что они там не чинят дороги или что-то еще Проблемы, в общем, примерно те же Единственное, что коррупционная составляющая, она несколько иного плана, потому что там разрешен лоббизм, например, на законодательном уровне, да И деньги приносят не напрямую сенаторам, да, как у нас, чтобы они приняли какой-то закон А приносят в определенную компанию, которая уже как-то там по-хитрому через фонды их распределяет То есть там коррупция такая же, вот не так давно был опубликован доклад о коррупции в Европе Она превышает российскую в 10 раз по объему, да, по деньгам, но всего Евросоюза, правда Я думаю, еще поговорим как-нибудь и о коррупции Действительно, все страны заинтересованы в поддержке своей системы госслужбы Я вот хочу оттолкнуться от слов Антона Очень интересный опыт Канады Потому что там действительно есть тоже такое негативное восприятие, как и да, практически во всех развитых странах Так вот, парламент Канады объявил каждую третью неделю июня национальные недели и государственные службы Я представляю, что бы написали все ваши блогеры в твиттерах Если бы увидели среди мероприятий национальной недели, следующий пункт Конкурс поэзии, в кавычках, любовь к государственной службе, кавычки закрываем, на английском и французском языках То есть написание оды о любви к системе госуправления Все возвращается, Советский Союз, тоталитарный строй, кровавый режим и все прочее Я думаю, вот именно так это было бы в первый же день Притом бы и СМИ, и блогеры все бы об этом трубили Никакие бы увещевания, что пример в Канаде Нет, нет, у них по-другому все Спасибо, я считаю, действительно, мы ставим интересные темы Спасибо за поддержку нашим слушателям Мы говорим о восприятии системы госуправления в обществе Мы говорим об отношении граждан к государству, к системам власти И это очень важно, чтобы было понимание целей и задач Мне бы хотелось, чтобы, с одной стороны, граждане думали, анализировали С другой стороны, власть умела объяснять свои шаги У нас осталось буквально полминуты, но я не могу не удержаться, чтобы не спросить у Антона Как он пережил то, что его первый в стране Twitter FlashMov в поддержку Деда Мороза в качестве символа Олимпийских игр проиграл И как он оценивает то, что происходит сегодня на Олимпиаде? Я смотрю с трех-четырех ноутбуков, и у меня телевизор включен еще на айпаде Все соревнования параллельно, потому что я просто надеюсь, что мы все-таки соберем больше медалей Чем в Ванкувере, во-первых, но и душа болит за страну Спасибо! Россия, вперед! Потому что, действительно, мы одна страна, в эфире программа «Револьвер» Продолжение следует...